МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мечта Грэга Олсона — полететь в космос. Я вижу, как удаляется эта большая голубая сфера. Это повергало в трепет. Он заплатил 20 миллионов долларов, чтобы сделать это. Чтобы провести 10 потрясающих дней на орбите. Здорово быть здесь! Грэг потратил годы в рамках российской космической программы. Теперь из самого шумного места запуска на Земле. На космическую платформу. И обратно. Драме о жизни и смерти. Мы входим изнутри. Полет всей жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы хотите полететь в космос, то вам нужно приехать сюда. Отсюда в космос отправляется больше людей, чем с любого другого места Земли. От 10 до 15 запусков в год. Это небольшой участок пустыни в Центральном Казахстане, который называется Космодром Байконур. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На протяжении 50 лет собаки, обезьяны, сателлиты и космонавты летали в космос из этого места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас только третий раз в истории клиент отправляется на орбиту за деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всего через три дня космический корабль под названием «Союз» совершит взлет, связанный с Международной космической станцией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На борту будет русский космонавт, астронавт НАСА и Грэг Олсен. Первые двое летят бесплатно. Это их работа. Грэг летит с ними ради острых ощущений. И за такую возможность он платит 20 миллионов долларов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подходит время запуска. Т-минус 72 часа, и отсчет пошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА План работ на сегодня с изделием 0.17 здесь. В трех километрах от площадки запуска в огромном ангаре собираются поднимать гигантскую ракету «Союз». Сергей Убухов возглавляет команду сборки, которая должна снарядить «Союз» за 12 часов. Чуть дольше, и запуск может быть отменен. Чтобы листик много слов не говорить, изделием все. И все поднимаешь. А давайте попробуем сейчас капель снять. Самая важная работа — это прикрепление спасательной ракеты. Ни в одной другой космической программе ее не используют. Но когда что-то не так, это спасательная ракета, линия жизни. А что-то может пойти не так. 26 сентября 1983 года. «Союз» собирался взлететь. Потом что-то ужасным образом пошло не так. 26 сентября, 27 сентября. Получился авария. Пожары перепракетали. Огненный шар достиг капсулы и его экипажа из двух человек. Потом взлетела спасательная ракета. Так что один раз в истории она свою роль сыграла. К счастью, только один раз. Дай бог, чтобы, мне кажется, больше ни разу она не сработала. Так вот, в штатном варианте. Спасательный отсек должен быть прямо прикреплен на расстоянии половинки волоска. Иначе он может убить людей, которых он должен спасать. Техники занимались этим три часа. Они не могут установить ракету. У Сергея не сходятся числа. Здесь просто не может быть места для ошибки. В руках Сергея Обухова – жизни. Жизни этих людей. Билл Маккартур – американский космонавт НАСА, командир 12-й экспедиции. Космонавт Валерий Токарев – инженер полета. И человек с 20-ю миллионами долларов – Грег Олсен. Я буду чувствовать себя самым расслабленным и самым счастливым, когда ракета взлетит. Уроженец Бруклина – ученый, специализирующийся на лазерах, 60-летний дедушка, предприниматель. Зовите его как угодно, но только не туристом. Термин «космический турист» предполагает, что ты выписываешь чек и отправляешься развлечься. Поверьте мне, это не тот случай. Для того, чтобы зайти так далеко, Грег много работал. Он два года тренировался в российском космическом агентстве. В рамках репетиции роли космонавта Грег проводил время на тренировки с нулевой гравитацией. Отсек 0G находится в российском широкофюзеляжном реактивном воздушном корабле. Внезапные взлеты и падения снижают гравитацию на 25 секунд за раз. Когда стоишь в самолете, внезапно чувствуешь, как поднимаешься вверх. Они хотят видеть, как ты себя ведешь и так далее. Я думаю, в полете на 0G я понял, что мне действительно нравится персонал. Я не думал, что у меня может быть воздушная болезнь, и что мне понравится в космосе. Но физическое состояние Грега отбросило тень на его миссию. Дыхательные проблемы заставили его отложить миссию, и они снова полетели без него. Я хочу быть уверенным, что не стану для экипажа обузой, а только источником дохода. Главная цель тренировок — быть подготовленным к возвращению. Российские капсулы приземляются сурово. Чтобы облегчить столкновение, экипажи сидят в специальных креслах. Такая техника используется здесь уже 50 лет. Российские космонавты летали в космос и возвращались живыми более успешно, чем космонавты какой-либо другой страны. Но прямо сейчас никто не выведет эту ракету с космодрома Байконур, пока Сергей Обухов не разрешит это сделать. Они все еще пытаются подогнать спасательную ракету к «Союзу». Время идет, но Сергея торопить нельзя. Мы уже на время не смотрим, кажется. Мы должны сделать так, чтобы те, кто садится в корабль, были уверены, что все сделано правильно и можно лететь. Наконец, спасательная ракета безупречно прикрепляется к «Союзу» и Сергей дает одобрение. Рассвет. День перед вылетом. Двери «Ангара» открываются, чтобы выпустить ракету весом более 20 тонн и высотой с 12 этажей. Тем, кто полетит на этом снаряде, это зрелище может подкосить коленки. В прошлом я боялся, что я буду нервничать или что мне будет страшно. Это должно быть такое же чувство, как у людей, которые идут сражаться перед сражением. Будет ли мне страшно, когда эта ракета взлетит? Российская ракета «Союз» начинает свое путешествие в космос, как железнодорожный состав. В Байконур место запуска находится у черта на куличках. Центр управления полетом располагается более чем в двух тысячах километрах к западу, в Москве. Это территория человека, который управляет всеми российскими запусками на Международную космическую станцию. Главный директор полетов Владимир Соловьев знает, что означает «полететь в космос». Он был космонавтом с 1978 по 1986 год. Он будет у руля 12-й экспедиции, когда начнется полет. Предполагается, что этот космический корабль полетит со скоростью примерно 33 тысячи километров в час. Но прямо сейчас он летит со скоростью чуть больше двух километров в час. Такое путешествие уже совершалось более чем 1500 ракетами. До 1955 года это была военная территория. Это изменилось, когда Байконур запустил спутник, сателлит размером с футбольный мяч, который начал космическую гонку. Вскоре Юрий Гагарин вылетел отсюда, чтобы стать первым человеком, побывавшим в космосе. Он летал на ракете, которая по строению практически такая же. И так же надежна, как и эта ракета, пробирающаяся сегодня через пустыню Казахстана. В 9 часов утра ракета прибывает на площадку. Вылет всего через 24 часа. Люди, которые будут на борту, заканчивают несколько земных дел. Тренировки Грега закончены. Я потратил на тренировки более чем 900 часов. Мне пришлось пройти ряд проверок и тестов. Время запуска близится, и я думаю, что это действительно может произойти. На площадке гидравлика поднимает Союз на заправочное положение. Сейчас это всего 23 тонны, но скоро будет заправлено 300 тонн топлива. И пусть люди летают, и пусть будут живые, и пусть когда-то нормально возвращаются. Через 20 часов я буду чувствовать себя отлично. Наша безопасность — это цель номер один для всех людей с российской космической программы. Обслуживающие пашни сжимают Союз. Ракету 500 тонн сжимают в кулак. Игорь Бармин, директор площадки запуска Байконура. Находимся на опорном кольце, которое перемещается вот по кругу. Игорь отдает приказ начинать заправку. Через них, значит, во-первых, происходит заправка верхней ступени ракеты. Это жидкий кислород, керосид, высококонцентричный перекис водорода, подается азот. Это неустойчивая смесь. В 1980 году, когда заправляли другую ракету, взорвался ракетоноситель. За считанные минуты погибло 48 человек. До запуска осталось меньше пяти часов. Валерий Докарев, Билл МакАртур и Грег Олсен проходят последние медицинские проверки. Посетителей больше не впускают. Только медицинский персонал и проверенные представители власти. Малейший намек на болезнь, их отзывают с полета. Каждый раз, когда я вижу человека в белом халате, я чувствую небольшую дрожь, потому что что-то такое может унести мою мечту вдаль от меня. Топливные баки, ракеты полны. Союз готов. В Центре управления полетом в Москве Владимир Соловьев и его команда проводят проверки перед запуском. 12-я экспедиция запущена. Когда мы приближаемся, я все больше и больше расслабляюсь. Грег Олсен скоро узнает, правильный ли выбор он сделал. Он получил ключ в один из самых эксклюзивных клубов в мире. Я никогда не чувствовал и никогда не почувствую себя космонавтом или астронавтом. Я очень сильно уважаю этих ребят за тренировки, которые они прошли. Это маленький клуб, и я думаю, привыкая к этому кораблю. Эй, мне это действительно нравится. Когда я поднимаюсь по лестнице, я не испытываю страха. Это здорово. По докладу командира экипажа, экипаж к старту готов. На Байконуре проводят проверки. Они проверяют ракету, они проверяют космический корабль. Проверка костюмов космонавтов. Последняя. Если на Союзе произойдет утечка, эти костюмы будут всем, что находится между членами экипажа и убийственным вакуумом глубокого космоса. Вот сейчас в этот момент начали проверять скафандры на герметичность. Тоже одна из очень таких важных проверок. Если вдруг что-то не так с скафандром, то, в общем-то, как правило, старт на герметичность. Он же ведь набирает ключи медленно. Здесь, наверное, 15%. Тяга больше всего. Все хорошо работает. Да. Скафандры хороши для ходьбы. Теперь в высоких технологиях наступает действие. Экипаж вооружает приспособление экстренной необходимости. Обслуживающие башни расходятся. В Москве рассвет. Миллионы людей начинают свой рабочий день. Центр управления полетом будит часами. Всего 15 минут до запуска. Экипаж доложил, что герметичность скафандров в норме. Весь мир настраивается, чтобы увидеть это. Запуск через 2 минуты. Разрешение эвакуации всех специалистов боевых расчетов. Запуск через 2 минуты. Ожидания почти закончены. Но еще есть время, и проблемы еще могут появиться. Сергей Обухов никогда не перестает волноваться. Чувство удовлетворения бывает, когда по громкой связи на старте говорит, что все, корабль отделился от ракеты, и тогда все говорим. Работа сделана. Вот до этого момента еще в напряжении находимся. 60 секунд до запуска. Дальше система работает автоматически. На этой стадии запуск уже нельзя остановить. 40 секунд. Отходят последние башни. Теперь «Союз» управляет собой сам. Есть команда «Пуск», бортовое питание. 20 секунд. Бокову тебя, кладем. В безлюдной пустыне Казахстана и в сердце Центра управления полетом. Время как будто застыло. Зажигание кислород. Затягиваем. Через 13 секунд башни отходят от «Союза». 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Запуск. Запуск «Союза», на борту которого находится Грег Олсон. Сначала все кажется происходящим в замедленном действии. Тонны топлива сгорают в моторах «Союза». Через минуту скорость около 2000 км в час. Тонны топлива сгорают в моторах «Союза». Чист�� «Союза». С apologyative «Союза». Тонны топлива сгорают в моторах «Союза». Чистоп л北уу сгорают в моторах «Союза». Йограмм как «Союза». Чистоп лор Rus需要 сам. Две минуты полета Взрывной разряд отпускает четыре подъемные ракеты К этому моменту спасательное отделение бесполезно Оно тоже сбросило вес Более легкий «Союз» достигает более 33 тысяч километров в час Я попытался поднять руку и почувствовал, как будто я поднимаю вес в 5 килограмм Будто нужно взять этот груз, чтобы поднять руку Вскоре поступает сигнал, что они в космосе Фигурка, находящаяся в капсуле, начинает летать Когда выходишь на орбиту, это важный момент У нас есть маленькая кукла, она висит и качается в кабине Когда вы видите, что она начинает парить, вы знаете, что вы на орбите Еще раз напоминаю, 8.25, выдайте команду Женя-7 Девять минут после запуска «Союз» начинает обходить Землю по кругу Теперь его электроника поднимается солнечными батареями Грэг Олсен находится более чем в 200 километрах от своей родной планеты Его мечта стала реальностью, но это вам не игрушки Первая задача — проверка воздуха Дрожь во время запуска могла ослабить крепление капсулы или примыкающего бытового отсека Разрешаем открыть гермошлемы? Девятнадцать первые Открываем гермошлемы? Это понятно все, не? Поскольку мы в режиме среды обитания, у меня такое чувство Ого, я один из этих ребят, я не космонавт, я не астронавт, но я в космосе А теперь мы собираемся открыть здесь еду и выпить сок Это здорово Перекусив, космонавты отправятся на свое первое задание Они должны направить курс дальше, на высоту 350 километров от Земли Их пункт назначения — Международная космическая станция Единственное место постоянного присутствия человека в космосе Сейчас там работают Джон Филлипс из НАСА и Сергей Крикалев из России После шести месяцев работы они готовы вернуться домой Чтобы отпустить их, входящий экипаж должен добраться до станции через космос И аккуратно произвести стыковку с ее корпусом Медленно сокращая расстояние, Союз тратит три дня на миллион с половиной километров Теперь игра становится интересной Оба корабля летят, например, на одинаковой ошеломительной скорости Поэтому их встреча кажется происходящей в замедленном действии Когда люди говорят о науке ракет, это то, что они имеют в виду Когда происходит стыковка с космической станцией, математическая точность — это разница между жизнью и смертью Компьютеры все контролируют, но они не могут гарантировать, что не произойдет несчастных случаев 25 июня 1997 года Российский поддерживающий космический корабль без людей на борту «Прогресс» приблизился к космической станции «Мир» На борту «Мира» было три космонавта Внезапно «Прогресс» отклонился от курса и врезался в «Мир», пробив его корпус Давление в кабине «Мира» резко упало Команда открыла поврежденный люк с трудом воспрепятствовав катастрофе Спустя 8 лет «Союз» пытается произвести стыковку на другой космической станции Миллиметр к миллиметру Ближе и ближе У них получилось Отличная стыковка Друзья Грега по экипажу прибыли в место, которое на следующие 6 месяцев станет их домом Если только они откроют люк Мы здесь и мы пытаемся открыть этот люк, а он не открывается Неужели так и будет, и нам придется развернуться и вернуться назад из-за того, что мы не смогли открыть люк Наконец мы смогли его открыть Крикалев и Филлипс открыли люк Это счастливый момент Мы все обнимаемся. Возможно, Грег и не турист, но он по-прежнему путешествует с видеокамерой. За свои 20 миллионов Грег может потратить еще 7 дней в пустоте, и он собирается записать как можно больше перед тем, как отправиться домой с экипажем отделяющейся станции. Вторник, время завтрака. С ним будет знаменитость. Любой настоящий фанат космоса знает имя Сергея Крикалева. Этот легендарный космонавт провел здесь наверху больше времени, чем кто-либо другой в общей сложности более двух лет. На бегущей дорожке наш командир Сергей Крикалев. Он великий человек. У него отличное чувство юмора. Он очень скромный. Он невероятно искусный. Пришел и заставил меня чувствовать себя как дома. Настолько комфортно. Насколько это возможно. Несмотря на то, что они безустанно к этому готовились, новым людям нужно работать, чтобы привыкнуть к жизни в космосе. Прямо сейчас мы ощущаем невесомость. Просто представьте себе, как вы парите. Это волшебное чувство. Как можно парить в воздухе? Для меня это было главным ощущением. Для старых и новых членов экипажа семидневное приключение означает бесчисленные детали. Для Грэга это шанс изучать, ставить эксперименты и наслаждаться. Я вылезал из спального мешка, подходил к иллюминатору, смотрел на землю и направлял на нее одну из своих фотокамер. И просто фотографировал и говорил «Ого!». Я не уставал смотреть на землю и говорить «Ого!». Я вижу красивую картину мира. Это союз, на который я вернусь. А на солнечных элементах видна рука. Рука робота. На Земле прошло 10 дней с момента запуска. Но на космической станции Солнце вставало и закатывалось около 200 раз. За свои 20 миллионов Грэг Олсона влетел земной шар более 100 раз. Это в общей сложности около 5 миллионов километров. Его и его спутников связывает нечто особенное. Но пришло время прощаться. Я тренировался с Токаревым и Мак-Артуром 5 месяцев, но последние два месяца особенно близко. Теперь я покидаю этих ребят. Один за другим Грэг Сергей и Джон протискиваются в маленький корабль для возвращения. Это как кино из трёх частей. Вторая часть заканчивается, когда люк закрывается. Часть 3 — снижение. Лучше забраться туда и продолжать путь, потому что всё происходит строго по расписанию. Спускаясь, я знал, что впереди предстоит нелёгкий полёт, и мы должны были к нему подготовиться. Фиксирование люка начинает самую рискованную главу любой космической миссии — возвращение. Ниже на 350 километров вертолёты российских воздушных сил распределились по Центральному Казахстану. Когда капсула коснётся Земли, они её откроют. В Центре управления полётом в Москве Владимир Соловьёв и его команды готовятся отсоединять союз от космической станции. Но появляется проблема. На высоте 350 километров на отрезанной от Международной космической станции капсуле «Союза» появляется большая проблема. Где-то, как-то капсула теряет воздух. Я видел, что давление падает. Было 750, и оно опустилось до 600. Я видел, как Крикалёв настороженно за ним наблюдает. Владимир Соловьёв управлял сотней полётов, но такой случай первый. Нет ничего хуже, чем когда космический корабль начинает выпускать воздух во время возвращения. Риск даже больше, поскольку люди с обеих сторон соединяют уязвимое целое. 29 июня 1971 года «Союз-11» покинул космическую станцию «Салют-1» с тремя космонавтами на борту. Обратный полёт казался безупречным до последнего соединения, когда капсула начала пропускать кислород. Когда космонавтов высвободили, они все были мертвы. Их кислород вытекли. Теперь утечка началась на этом «Союзе». Всё, ребят, пишем на камеру, закрываем люки и ведём репортаж по возможности. На Земле и в космосе они пытаются установить причину и решить проблему. Так, вы проверили сигнализацию закрытия люков? Всё, что может сделать Грэг Олсен, это сидеть и ждать, пока Сергей пытается найти лучшее решение. Я знал, что они над этим работают. Я знал, что они связывались с землёй. Я знал, что, скорее всего, у нас самый лучший пилот, который только мог быть. Сергей Крикалёв. У нас тоже дёргается. Сергей связывается с Москвой по радиосвязи. Это ваш широкий угол санкрытия. Похоже, он стабилизировал давление в кабине. Утечка остановлена. Звонит Владимир Соловьёв. Да, контролируйтесь. Он решает продолжать путь. Отход. Вроде нормально всё на... ...с костном узле, но хотя... Капсула возвращения в атмосферу открывается с космической станции. ...с костном узле, но хотя картинка, мне кажется, не очень хорошая. Да мы тоже видим, вот тут же. Так. Террики открыли у нас в пентрольном устройстве. Пентрольном устройстве. Начинается путь домой. Начинается путь домой. Два с половиной часа. Когда они движутся ближе к земле, всё хорошо. Но когда Союз входит в атмосферу земли, давление в кабине снова начинает падать. Вскоре 12% воздуха в их воздушной кабине пропадает. У команды есть два варианта. Оба рискованные. Повысить давление в кабине с помощью чистого кислорода, который с лёгкостью воспламеняется. Или их последняя надежда довериться своим скафандру. Потом пропадает радиосвязь. Все, что может сделать центр управления полётом, это смотреть, ждать и надеяться. Спасательные вертолёты ждут инструкции. Как только они получат координаты капсулы, они взлетят. Капсула входит как метеор, белая вспышка посреди утреннего неба. Хорошо это или плохо? Они опускаются. Как и планировалось, серия парашютов замедляет движение Союза с 900 до всего лишь 25 км в час. Давление атмосферное в точке посадки 743 мм. Союз приземляется. Команды спасателей окружают опалённую капсулу и огромную выемку, которую она обрадовала в пустыне Казахстана. Прибор обнаружения автоматического ветра. Стрышка люка заблокирована. Встреча с Казахстана Наконец, команды спасателей могут добраться до Людивна. Одного за другим. Космонавтов в их громоздких скафандрах выносят из пострадавшей капсулы. Сергей Крикалев выглядит отлично. Так же, как и Грэй Коулс. Но астронавт НАСА Джон Филлипс едва не теряет сознание. Спокойно, спокойно.也是 мы уже детства. Воскресенье. А, да. Вескарка! Вескарка! Его приводит в чувство уникательная соль. Только через какое-то время он будет чувствовать себя на 100%. Этот эпизод отразил то, что по историческим стандартам назвали изумительной посадкой. Через несколько дней Сергей Крикалев называет потерю давления в кабине серьезной ситуацией. Расстояние могло быть очень маленькое, риск огромным. Но старый русский космический корабль будет отправляться в космос и из космоса снова и снова. Это был 814-й запуск Союза. А для Грега Олсена это был первый и единственный запуск. И его мечта сбылась. Это было событие всей моей жизни. Редактор субтитров А.Семкин